Всем привет! Вы на канале в гостях у Натки Рукоделки. Сегодня я хотела бы благодаря Валюшке. Валюшка, привет тебе! Она мне сегодня утром позвонила и говорит, спрашивает, ты там собираешься какое-нибудь видео снимать? Я вот собралась уже. Посидела, подумала, действительно, что-то я то густо, то пусто, как обычно. В общем, жду натхнение. Давно собиралась я снять видео на эту тематику. Ну, как-то вот, то одно, то другое, то японский садик, то еще что-то. В общем, никак не могла собраться. И вот получила пинок под зад от Валюшки. Спасибо тебе, моя дорогая. И решила все-таки показать вам. Это новинка на рынке Украины. Ткани равномерного переплетения от торговой марки Анкор. Мез. Три буковки МЕС. Видите, как они идут? Такая аббревиатура. Именно на ткани. Я вам сегодня покажу равномерного плетения. А еще у них есть также АИДА 14 каунта. И жаль, но вот, если бы я собралась снять тогда, когда хотела, я бы вам еще показала рушниковую ткань. Тоже от этой же торговой марки. Она безумно хорошая, безумно ровненькие плетения там вообще. Ну, может быть, еще получится. Кто-то закажет, и я все-таки покажу ее. Но тоже очень хорошая такая позиция. И также уже в следующем году Анкор готовит для нас именно АИДА 18 и 16 каунта. То есть сейчас есть в наличии только 14-го там нескольких цветов. А в следующем году уже будет и 16-е, и 18-е, если все будет в порядке. Вот. Но сегодня мы поговорим, я вам покажу ткани равномерного плетения. К сожалению, не знаю, не получается у меня вот сфотографировать их действительно красиво. И чтобы было видно, насколько здесь ровненькое вот само плетение. Девочки, которые уже взяли эту равномерку, вот не дадут соврать, что она классная. Вот. Кто взял, тот приходит, повторно берет. Вот я сейчас при помощи камеры пытаюсь приблизить, чтобы вы увидели все-таки, вот как выглядит плетение в этой равномерке, как мы уже привыкли говорить. И она по, скажем, плотности, по накрахмаленности, ну вот я всегда говорю накрахмаленности. Такая вот как французский лен. Если кто-то держал в руках французский лен, то вот она вот такая же идет. И соответствует 25-му каунту. Ну, она идет 25-го каунта, соответствует плюс-минус 14-му каунту канвы. Вот так вот, правильно говорим. Я не, ну, тканями не занималась до этого момента, поэтому для меня это тоже новинка и тяжело к ней сейчас привыкнуть. Изначально я вообще испугалась и не резала ее, потому что не умела резать нормально. Сейчас уже вроде бы как научилась. Можно приобрести в группе эту ткань метр, погонный метр с шириной в метр шестьдесят, что наиболее выгодно по плате, да, и по деньгам. То есть можно купить полметра с метром шестьдесят шириной и пятьдесят на восемьдесят сантиметров вот такие отрезы. Также я предлагаю там разные наборчики, да, тоже там небольшая скидочка учтена, если вы берете наборчик, нежели один, допустим, отрезка этой ткани. И вот по составу, ну, не по составу, тут идет стопроцентный хлопок, то есть она настолько натуральная, хорошая. Вот идет вот такая вот полосочка, да, такого светло-бирюзового цвета, и она еще поблескивает, и периодически, вот видите, написано МЕЗ, 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 МЕЗ. По цветам, вот это вы видите, это песочно-розовый, вот, в принципе, камера чуть-чуть темнит, вот чуть-чуть она затемняет то, что в действительности есть. Вот она, видите, она не вот такая вот, знаете, как поросенок розовенькая, да, а она именно вот песочно-розовая, очень красивый, благородный цвет. Потому что, даже у меня вот в группе выставлен такой розовый, насыщенный, яркий цвет, но это не то, это неправильно, вот она какая, эта розовая ткань. Очень красиво. Я уже для себя присмотрела два дизайна новогодних, которых я буду вышивать именно вот на этой равномерной ткани. Дальше это Экрю. Самый популярный цвет, наверное. Очень хорошо его все берут, и, наверное, под любой дизайн он подойдет. Я специально вот разложила все светлые рядышком, чтобы вы видели разницу, да. Вот это белый, просто белый, а вот это кристально-белый, вот он. То есть, видите разницу? Кристально-белый, белый-белюсенький, а вот этот он как бы телесный, но он без желтого, без желтизны. Потому что я знаю некоторых производителей, у кого белый, он как бы, ну, с такой как желтизной слегка, да, то этот он более такой телесный, он без желтизны. Вот, и вот этот вот цвет, это капучино, тоже достаточно популярный цвет. Капучино тоже очень благородный. Вы знаете, что мне нравится в этих тканях, что цвета вот благородные, спокойные, уравновешенные, и, ну, нету таких вот, знаете, ярких, кричащих цветов. Вот, то есть, в принципе, на сегодняшний день вот пять цветов, которые предлагает нам производитель. По плотности, ну вот, так, чтобы вы понимали, видите, вот она стоит, ткань, да? Вот, ну, то есть, он на ощупь, она такая приятная, она не дубовая, она очень приятная, но, тем не менее, она держит форму. Конечно, если ее в руках жмакать, 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 то она жмакает, ну, как бы мнется, да? Ну, вот видите, я, вот я рукой пожмакала, и вот сейчас я ее расправлю без утюга. То есть, ее можно потом взять, сейчас я вам покажу, вот там, где я жмакала, да? И вот так вот, конечно, она уже такая совсем муравьюсенькая не станет, как была, но, тем не менее, вот ее можно расправить, она стала на свое место, и можно дальше вышивать. То есть, в принципе, я для себя уже экспериментирована, на руках тоже можно очень удобно вышивать на этой ткани. Для примера, вот я взяла Лугану 25-ю Цвайгард, вот, но она более мягкая, если у кого-то есть, видите, она не держит так форму, как вот эта ткань, тоже можно так вот поставить, но она падает, она немножко мягче, немножко мягче, и вот эта мне больше нравится тем, что она анкор, она, ну, она плотнее, я не знаю, как вам это передать. Вот, допустим, белая, да давайте я возьму тоже вот белую, и, кстати, видите, в белом тоже вот есть разница между Анкоров и Цвайгард, вот белая и белая, но вот эта чуть-чуть серия идет, немножечко, это совсем такая белоснежная-белоснежная. И вот мы возьмем, я эту разверну, тоже, и покажу вам, вот, видно, да, разницу в цвете, во-первых, и вот в... Можно ли так сравнивать ткани, я не знаю, но вот посмотрите, даже плетение, как-то вот на Анкоровской мне больше, четче, что ли, не знаю, но, хотя я очень люблю и Лугану Цвайгард, Цвайгард, ну, вот даже, видите, вот я держу одинаково два кусочка, она вот это висит на руке, а это нет, это вот торчит. То есть, вот, как для человека, который любит вышивать на руках, мне вот это более импонирует Анкоровская, потому что мне удобнее, да, вот это вот, она как тряпочка, мне неудобно на руках вышивать, мне все равно приходится брать пальцы. А вот на этой ткани я могу спокойно вышивать на руках, и вот, и по цвету, вот Анкор, она кристально белая, она действительно кристально белая, без каких-то там домишек, да, добавлений, каких-то еще цветов, она действительно белая, белая, аж светится белая. Вот. Это то, что если как сравнить, чтобы вы поняли вообще, какая она по качеству идет, потому что очень тяжело объяснить, вот, не знаю, ну, я вообще балдею от нее, и еще раз повторюсь, все, кто ее взял, все довольны, у всех хорошие отзывы, и еще берут, и берут, берут на какие-то новые дизайны, пока она еще есть, но в очень маленьком количестве. Следующая поставка, ну, я так думаю, что уже будет в следующем году, потому что, к сожалению, не так быстро оттуда к нам доходят наши заказы, поэтому, кто хочет еще под елочку себе подарок, вот такую вот прекрасную равномерку, хорошего качества, и по доступной цене, поверьте, зайдите, посмотрите цены, вы упадете в обморок, что она в разы дешевле, чем тот же Цвайгард, и по качеству не хуже, а даже в какой-то степени вот лучше для кого-то. Кто-то, конечно, поклонники Цвайгард скажут, что лучше Цвайгар-то ничего нету, но возьмите тоже, посмотрите, попробуйте, даже для собственного развития, чтобы знать, что существуют, какие ткани, потому что это новинка, ее еще мало кто видел, вот, и пробовал, и щупал, и что-то либо на ней вышивал. Я очень надеюсь, что мое видео сегодня полезно было, если какие-то вопросы возникли, приходите ко мне в Facebook, ссылочка под каждым видео на мою группу всегда есть, вы можете в любой момент писать мне личные сообщения, я всегда помогу, расскажу, возможно, еще возникли какие-то вопросы по этой именно ткани, я тоже на них постараюсь ответить, так что приходите, мы всегда открыты к общению, и задавайте те вопросы, которые вас интересуют из мира рукоделия. Спасибо вам большое за внимание, шустрые иголочки ровных крестиков, пусть мечты сбываются. Пока-пока!